Ваше превосходительство, Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь, мой дорогой друг, Ваше превосходительство, члены белорусской делегации, дамы и господа, С большой любовью и с большой честью мы принимаем нашего друга Александра Лукашенко, президента Республики Беларусь. И это огромная честь принимать в нашем городе Малаба визит, который проводится в катариальную Гвинею. Я хотел бы выразить мои чувства и благодарность за приглашение, которое было озвучено. И спустя несколько месяцев после нашего пребывания в Минске, И мы очень горды тем, что он смог посетить нас. И мы сердечно и тепло приветствуем вас. И хотели бы сказать, чтобы вы насладились пребыванием в экваториальной Гвинеи. Эта встреча проводится спустя несколько месяцев. Это символ политической воли двух правительств, которые хотят укрепить и консолидировать узы братства и сотрудничества между двумя странами, для того, чтобы развивать на взаимовыгодной основе эти отношения между двумя народами. Мы решительны в том, чтобы придать импульс к созданию альянса Беларуси в экваториальной Гвинеи, чтобы обеспечить устойчивое развитие и совместно противостоять глобальным вызовам, таким, как общий кризис, обеспечить продовольственную безопасность, а также борьба с последствиями глобального изменения климата. Хотел бы еще раз сказать президенту от своего имени, от имени нашего правительства удовлетворение встречи между двумя правительствами. Мы хотим обеспечить развитие в рамках нашего двустороннего сотрудничества, двусторонних договоренностей. Мы очень благодарны за это сотрудничество двух стран, и оно основано на нашем желании, стремлении развивать, диверсифицировать и продвигать наше взаимодействие. Я уверен, что наш альянс Беларуси и экваториальной Гвинеи будет твердо продвигаться, чтобы исполнить наши обязательства в рамках повестки 2030. Для нас Беларусь является приоритетом в нашей внешней политике из-за той гармонии, которой мы демонстрируем обе стороны, чтобы этот визит дружественный был успешным. Мы хотим продвигать развитие в экономическом секторе, инвестиционном, установление металлургических проектов, а также иных промышленных инициатив с развитием таких секторов, как здравоохранение, образование, туризм, сельское хозяйство, пищевой промышленности, а также передача технологий. Также мы хотим укрепить систему безопасности и обороны, чтобы гарантировать стабильность и обороноспособность, и также суверенитет, мир и территориальную целостность экваториальной Гвинеи. Мы еще раз повторяем свое приглашение деловым кругам Беларуси, чтобы они инвестировали в нашу страну в привлекательной рынке, которую мы вам предоставим. Также хотели бы выразить наше удовлетворение за проведение первого заседания межправительственной комиссии, которое позволило нам подписать важные соглашения между двумя правительствами, что позволяет нам изучать различные возможности сотрудничества в разнообразных сферах. Хочу еще раз повторить политическую волю экваториальной Гвинеи, что мы хотим продолжать работать с Беларусью как в рамках ООН, так и на других международных платформах, важных, имеющих глобальное значение, и противодействовать любым угрозам, вызовам, которые идут вразрез с нашим интересом, чтобы обеспечить действенность ООН и международное право, действие международного права. Завершаю эти слова, обращаюсь к моему другу Александру Лукашенко с благодарностью за такую важную миссию, а также желаю благополучия вам и процветания народу Беларуси и всем людям. Большое спасибо. Господин президент, уважаемые члены делегации, это мой первый визит в Центральную Африку, и я уже сказал об этом президенту, я весьма впечатлен тем, что увидел в этой части вашего прекрасного континента. Красивые леса, горы, реки, богатый рыба и Атлантический океан, поистине райские сокровища. И я сказал президенту, что вы живете в раю. Но самое большое сокровище любой страны, что одинаково применимо к Беларуси и к экваториальной Гвинеи, это наши люди. Добрые, трудолюбивые, искренне желающие заботиться о своей родной земле, открытые новым знанием, опыту и тонко чувствующие друзей и единомышленников. За последние полгода мы совершили впечатляющий рывок. Обменялись визитами на высшем уровне, создали совместную постоянную комиссию по сотрудничеству, провели ее первое заседание, существенно активизировали деловую активность. Я знаю, что вы, как президент, ставите перед собой весьма амбициозные цели, направленные на повышение благосостояния народа вашей страны. Ваше правительство проводит политику открытости, стремясь планомерно развивать инфраструктуру, ускорять индустриализацию страны, обеспечить экономику хорошо подготовленными кадрами. Меня впечатлили ваши слова, только что сказанные в узком составе наших переговоров, о том, что, развивая инфраструктуру, вы подотстали в плане обеспечения людей самым необходимым, прежде всего, питанием. Это надо компенсировать. Я сказал президенту, что мы готовы вам в этом помочь. Такой опыт уже есть на вашем континенте, это Зимбабве. Страна, которая не могла обеспечить хлебом свой народ, сегодня, как говорит президент Зимбабве, экспортирует зерно. И всего лишь за два года мы вместе решили эту проблему. Экваториальная Гвинея активно выступает за укрепление африканского единства, реформу Совета Безопасности, ООН, отражающую роль Африки на международной арене, углубление политическо-экономического взаимодействия в Центральной Африке. Иметь такого друга очень большая честь. Беларусь является надежным партнером для экваториальной Гвинеи. Свою дружбу мы подкрепляем не только словом, но и делом. У нас нет разногласий в политической сфере и закрытых для обсуждения тем. Между нашими странами динамично развиваются взаимовыгодные, дружественные и даже братские отношения. В скором времени здесь Малаба заработает посольство Беларуси. Ожидаем, что до конца 2024 года у нас откроется и посольство вашей страны. Мы готовы оказать всяческое содействие в этом. Беларусь имеет опыт механизации, индустриализации и сельского хозяйства. Наша техника, технологии просты и надежны. Мы выпускаем широкий спектр машин и оборудования для других отраслей экономики. Уверен, что наша грузовая, автобусная, дорожно-строительная, коммунальная, пожарная, карьерная, лесозаготовительная техника будут востребованы при реализации поставленных руководством экваториальной Гвинеи задач по улучшению социально-экономических показателей и повышению жизненного уровня населения. Мы знаем о потребности в комплексных решениях и готовы их представить. Быстро развивается сотрудничество сферы здравоохранения. Белорусские специалисты приступили к обучению персонала в больницах вашей страны. Мы уже начали и дальше готовы передавать опыт и знания в управлении больничными комплексами, организации первичной медицинской помощи вашему населению, подготовке кадров, фармацевтики, готов поручиться, что результаты вас впечатлят. Следует активно использовать возможности гуманитарной сферы образования, наука, спорт, туризм, культура, направления, способные еще больше сблизить народы наших стран. В свою очередь, мы заинтересованы в поставках гвинейского какао, тропических овощей, фруктов, совместной переработке рыбной продукции. Беларусь готова стать для вашей страны мостом в Евразии. Рассчитываем на вашу встречную поддержку в рамках Африканского союза и других интеграционных объединений. Убежден, это будет способствовать росту деловой активности. Совместная работа бизнес, круговый, национальных торгово-промышленных палат должна стать ключевым звеном в процессе выстраивания и формирования новых устойчивых бизнес-связей. Мы открыты для диалога по всем интересующим вопросам и готовы к предметному обсуждению всех направлений взаимодействия. Господин президент, вы очень много говорили о некоем моем героизме и скорости моей реакции на ваши предложения. Я должен еще раз подчеркнуть, что здесь нет моей заслуги. Мы с вами сыграли свою роль согласно Конституции двух стран. Большую работу в этот промежуток времени провели наши министры, члены правительства. они подготовили тот план действий, который мы сегодня притворим в жизнь. И что впечатляет, это 74 конкретных проекта, которые уже начали осуществляться. Я только что приводил пример в вопросах здравоохранения. Господин президент, вы это хорошо знаете, но еще раз повторюсь, скажу вашим коллегам. мы конечно же не приехали в вашу страну заниматься благотворительностью. Такой возможности у нас нет, да и это и не нужно. Но и наживаться за счет ваших людей, за счет вашей страны мы не собираемся. Мы не колонизаторы. Мы ваши друзья. передавая вам технологии по многим направлениям, в которых вы нуждаетесь. Мы обучим ваших людей этим технологиям. Мы не будем присылать к вам своих рабочих. У нас дома есть чем заниматься. Мы прошлем сюда достаточное количество специалистов. Будто в сельском хозяйстве, промышленности, здравоохранении, образовании. А работать будут ваши люди. И наша задача этому научить ваших людей. Как я вам сказал в узком составе, мы уйдем со временем, останутся технологии и ваши люди, которые умеют пользоваться этими технологиями. Это наша задача. Я хочу, чтобы вы понимали, что мы приехали к вам как друзья. И я бы очень хотел, чтобы мы с вами сделали все, чтобы с экваториальной Гвинеи мы могли двинуться в другие страны африканского континента с теми технологиями, которые мы освоим здесь. Мы должны помочь тем странам, которые хотят благосостояние своему народу и развитию своих государств. Мы об этом уже с вами не раз говорили. Думаю, что это в наших силах осуществить. Я очень прошу членов правительства вашего и наших членов правительства обещанное выполнить. Время сейчас спрессовано, время для раскачки нет. Надо делать очень быстро то, о чем мы договорились. И тогда нас ждет успех. Благодарю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Министр образования Андрей Иванец и первый заместитель премьер-министра Министр образования Клебенто Энгон Горгейма ОННГ подписывают межпровестные соотношения о взаимопризнании документов об образовании. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Министр Иностранных Дед Республики Миларусь Сергей Олейник и Министр Иностранных Дед Международного Сотрудничества и Диаспоры и Патриальный Гмин Семен Уйон Айсона Атгэ подписывают меморажное законопонимание в области активной деятельности. АПЛОДИСМЕНТЫ Объявляется АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И такая представительная делегация Беларусь Которая возглавляет президент Беларусь У меня буквально несколько месяцев после нашего визита в Беларусь во исполнение приглашения со стороны Беларусь не только удивлены это реальность в эпатериальной Гвинеи мы подписали соглашение и прежде всего серьезность которую демонстрирует со стороны Беларуси для реализации договоренностей которые мы достигнем Я уже сказал своему другу за что мы боремся в этот момент за экономическую независимость Мы преодолели уже политическую независимость но все еще экономика продолжает сдаваться сдерживающие факторы по тем преградам которые у нас имеются в силу есть страны которые не хотят страны которые нестабильны которые нестабильны которые придумают всякие изменения чтобы воспользоваться нашими ресурсами но африканцы мы просыпаемся мы видим уже что нас разочаров и там где мы имели надежду мы не сможем ничего получить от наших предыдущих колонизаторов поэтому мы должны поменять сферу взаимодействия в этом новом процессе которое мы должны определить серьезно с белорусской стороны это дисциплинированный народ это дисциплинированный народ который выполняет то что мы тоже мы можем мы получить то что мы просим выполнить то что нам предоставляется нашей стране наша менталитет наша культура является частью тормоза нашего развития потому что необразумный народ у которого отсутствует националистический дух не может обеспечить развитие своего региона своей страны поэтому я обращаюсь к своим гражданам к своим содействиям и научиться от нашей дружеской страны страна которая является самодостаточной страна которая противостоит всем вызовом и угрозам исходящим со стороны друг нац страна гарантирует свое обеспечение это то что нам не мы должны разорвать зависимость зависимость нашей экономики мы не сможем вырасти экономически если мы будем нуждаться в импортивном продукте которые производятся другими странами которые через какие-то взаимнообмен общие действия они получают прибыль намного больше чем поэтому я хочу поблагодарить моего друга Александра Лукашенко за предиспозицию за эту расположенность которую он имеет в отношении экваториальной Гвинеи и с большой признательность я принимаю вот это сотрудничество и я уверен что это даст хороший результат мы должны избавиться от недоверия без доверия нет развития мы должны принимать решения серьезные большое спасибо моему другу от имени всего народа депутат 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 ваше превосходительство господин президент мой дорогой друг уважаемые члены делегации представители средств массовой информации как вы видите мы только что завершили содержательные переговоры в узком расширенном составах обсудили широкий круг вопросов по различным направлением главный акцент был сделан на том что Беларусь может предложить вашей стране какие проблемы с учетом наших опыта и знаний возможно решить по итогам визита и переговоров мы дали старт новому этапу в отношениях Беларуси и экваториальной Гвинеи всего за год проделана работа на которую у многих стран уходит десятилетие этот факт очень четко говорит о взаимной заинтересованности и стремлении вывести партнерство на качественно новый уровень в практическом плане определены ключевые направления по которым мы будем активно работать учитывая и возможности белорусской страны и пожелания наших африканских коллег все направления конкретные проекты зафиксированы в специальном плане дорожной карте она рассчитана до 26 года тем самым мы поставили наше сотрудничество на твердый правовой фундамент в дополнение к этому подписан пакет двусторонних соглашений и документов в числе перспективных проектов я назову несколько строительство агрогородка и необходимые инфраструктуры возведение 100 социальных жилых домов создание завода по производству керамического кирпича мощностью до 40 миллионов штук в год поставка пожарных машин строительной другой техники в том числе для реализации совместного проекта по лесозаготовке создания новых сельхозугодий проведение работ по электрификации удаленных районов я уже не говорю о здравоохранении образования и так далее есть договоренности по возделыванию отдельных видов сельхозкультур открытию агрохимических лабораторий и другие хотел бы особо отметить что достигнуты соглашения по реализации первого этапа создания регионального хаба мы предоставили гранты гвинейским студентам для обучения в наших медицинских вузах кроме того министерство здравоохранения договорились об организации переподготовки в беларуси врачей из экваториальной гвинеи решено приступить к активизации работы сразу без раскачки и бюрократических проволочек все возникающие проблемные вопросы будут оперативно решаться если потребуется с подключением глав государств правительствам даны поручения в кратчайшие сроки принять необходимые меры финансовые правовые организационные ваше превосходительство у нас есть опыт успешной работы в Африке на других континентах думаю в этом вы смогли убедиться в ходе общения с коллегами на площадке климатического саммита в Дубае на прошлой неделе мы там с вами устроили наверное заседание Африканского Союза без сомнений зафиксированная договоренность в скором времени начнут работать на благо народа экваториальной Гвинеи и уже в 24 году мы получим результаты по всем направлениям я еще раз хочу сердечно поблагодарить вас за радушие тепло и гостеприимство оказанное нашей делегацией и в заключении несколько слов вице-президенту и моему другу президенту я уже сказал простые вещи Гвинея Беларусь и другие страны не должны импортировать то что можно производить у себя страна не должна тратить валюту на закупки тех продуктов и товаров которые возможны к производству в экваториальной Гвинеи аксиома второе когда мы встречаемся с некоторыми из представителей государств в том числе с моим другом с экваториальной Гвинеи я всегда говорю о технологиях и некоторые особенно с той стороны начинают критиковать меня ну какие технологии ну не гигантская страна должен сказать да мы не гигантская страна но у нас достаточно тех технологий в сельском хозяйстве промышленности и так далее и так далее чтобы экваториальная Гвинея воспользовавшись ими на ступени или даже две ступени поднялась выше и мы готовы не просто прийти и тут урвать какой-то куш как-то делали колониалисты в прошлом а в результате нашего сотрудничества научить этим технологиям людей в Гвинеи то что умеем мы мы передадим народу Гвинеи то что имеет народ Гвинеи умеет делать они передадут нам в том числе и товары вот в чем смысл этого сотрудничества не думаю что экваториальной Гвинеи надо сегодня запускать космические аппараты в космос у нас нет этих технологий по запуску мы производим космические системы но по запуску нет ну и Гвинеи это не нужно но то что умеем делать мы это им очень надо и наоборот вот в чем смысл того сотрудничества на технологическом уровне научно-техническом уровне еще раз хочу подчеркнуть президент это знает я хочу чтобы и народ Гвинеи и в Африке народы узнали мы не идем сюда чтобы что-то урвать сиюминутно мы хотим с вами сотрудничать на взаимовыгодной основе не благотворительностью заниматься нам не нужна благотворительность ни со стороны Гвинеи ни со стороны других стран Африки в данном случае и мы тоже не собираемся этой благотворительностью заниматься это пойдет только во вред нашим народам мы будем сотрудничать во имя наших народов господин президент я удивлен тому что я увидел на этом прекрасном острове ну как мне уже рассказали мои сотрудники на территории куда мы завтра с вами поедем или улетим там еще чудесней надо совсем немного для того чтобы это был действительно райский уголок хотя я сказал вы и так живете в раю вы поставили перед собой грандиозную задачу я обещаю вам как своему другу что эту задачу мы можем решить все те проблемы которые надо решать сегодня в гвинеи экваториальной мы решали в беларуси начиная 30 лет тому назад нам это все знакомо поэтому мы к вашим услугам мы сегодня подписали документы вы видели которые носят общий характер но в развитии этих документов мы уже зафиксировали подписали договорились о 74 конкретных проектах вот это подвиг который совершили члены правительства экваториальной гвинеи и беларуси наши специалисты 74 конкретных проекта которые мы должны реализовать ближайшие 2-3 года завтра начинаем копать землю в гвинеи и решать проблемы благодарю за внимание аплодисменты